150-летие со дня рождения Владимира Арсеньева отметили в Хабаровске. Праздник состоялся в формате масштабного интерактивного фестиваля, который прошел под открытым небом на площади имени Ленина. Развлекали публику музыканты, танцоры, гимнасты, столичные артисты и даже шаман. Вечер субботы с ними провела Татьяна Репина. В свой дневник я записывал сведения о проходимости дорог, крутизне спусков. Рассказ от первого лица ведет Владимир Арсеньев, но не настоящий. Перевоплотился в образ известного исследователя Дальнего Востока актер-дальневосточник Евгений Дятлов. Приехал специально из Москвы, чтобы провести основную часть фестиваля Арсеньев Лайф. Исторические заметки из дневников Арсеньева чередовались с пластическими, музыкальными и акробатическими номерами. Составил компанию гимнастам дальневосточный симфонический оркестр и скрипач-виртуоз Родион Петров. Также на площадке фестиваля играл известный квартет виолончелистов Растрелли. Оказалось, музыканты из Германии тоже связаны с Дальним Востоком. Дир Сулу Зала тоже в детстве и сейчас пересматриваешь. Это один из величайших фильмов в истории человечества. И он настолько это все с любовью сделан. Потом у меня еще бабушка из Хабаровска. То есть не совсем из Хабаровска, а она морская казачка. Но корни тут тоже 25% моих отсюда. Просветительский фестиваль под открытым небом приурочили к 150-летию со дня рождения русского исследователя. Музыкальное шоу «Арсений Флаев» длилось 5 часов и объединило несколько тысяч хабаровчан на площади Ленина. Спасибо, хочется сказать организаторам. Потрясающий праздник. Первый раз на таких больших мероприятиях? Ну да, наверное, первый раз. Масштаб как поражает? Да, конечно. Для нашего города очень хорошее мероприятие. На фестивале «Арсений Флаев» выступили и местные артисты. Национальные номера показали лучшие коллективы Хабаровского края. И, как полагается на большом празднике, не забыли пригласить шамана. Человек в маске. Так, ни в коем случае не снимайте. Давайте держать интригу. Кто вы? Я шаман. Все, что я могу сказать, это мы будем разводить огонь. Огонь, который в дальнейшем будет развивать этот фестиваль, можно так сказать. На сцене прям? Ну, я понимаю, это секретик. Но инсайд. Это пластический будет огонь. То есть не настоящий, а это было бы скучно. Улетай, не улетай, еще немного покружи. Главным гостем фестиваля «Арсений Флайв» стал Александр Маршал. После часового сета известного рок-музыканта для зрителей запустили трехмерную видеопроекцию на здании правительства Хабаровского края. На 15 минут Белый дом превратился в большой видеоэкран, на котором показали жизненный путь Владимира Арсеньева в формате 3D. Татьяна Репина, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».